Многие интересные книги и фильмы, что были популярны еще в 70-х, в наши дни становятся совсем забытыми. Такую участь чуть было не постигла серия Mad Max, но совсем недавно представили новую картину, а вместе с ней игру, впоследствии вышедшей на всех актуальных платформах. До сего момента игровых адаптаций по франшизе не было 25 лет. Именно на NES в 1990 году мир впервые увидел игру с антиутопичной историей о страннике, бороздящем просторы пустыни. Майнскейт, получив лицензию от Warner Brothers, сделала впервые игру по Безумному Максу. Позднее планировался также выход продолжения для 16-битных консолей, но что-то пошло не так. Из этого обзора вы узнаете, почему Outlander должен был стать сиквелом Mad Max, но прежде чем начать, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Заранее спасибо! В 1993 году для консолей Super Nintendo и Sega Genesis вышла игра с загадочным названием Outlander. Но даже при беглом рассмотрении сразу бросается в глаза схожесть с Безумным Максом. И это не просто так. Компания Майдскейт делала игру по знаменитой франшизе после своего проекта на NES, но потом, по неизвестным причинам, контракт был расторгнут, что привело к отмене Mad Max. Ребята решили не бросать наработки, изменив имена, сюжет и прочие детали, которые напрямую касались чужого произведения и могли бы стать камнем преткновения для держателей лицензий. Потому, после редактуры контента, проект нарекли таким неказистым именем. А что вообще представляет из себя эта игра? Что ж, большую часть времени наш герой проводит за рулем. И тут я хочу отметить, что Outlander одна из немногих игр на 16-битной платформе, где необычайно точно с мельчайшими деталями передан вид гонщика от первого лица. Благо физика здесь неплохая, примерно на уровне Road Rush. Дорогу чувствуешь, а автомобиль реагирует на все изменения, такие как новое улучшение для него и повреждения. Также порой занозой в известном месте оказываются байкеры, что окружают авто и стреляют прямо в нас. И можно еще обратить внимание на все датчики, что расположены у руля, и то, как брелок реагирует во время поездки. Вот это я понимаю, физика и реализм. Будет ли в игре экшен, или все время придется тихо и мирно кататься? Наш странник парень не из робкого десятка, он вооружил внушительным обрезом. Больше у него ничего нет, но этого будет достаточно, чтобы расправляться с местными жителями, которые только завидев его сдалека, лезут с колоками, а другие вовсе за ружье берутся. Как и в Mad Max на NES, мы строго зависим от запасов оружия и горючего. Как только бак опустеет, нужно немедленно останавливаться обочиной и отправляться на поиски бензина, чтобы хотя бы немного заправиться и доехать до ближайшего городка. На дорогах будут байкеры, будучи на своих железных конях, они для нас представляют большую опасность. Задавить не задавят, но бросают всякую гадость или цепочкой по голове зарядить могут. Сами поселки уже более богаты на различные предметы, которых мы можем отыскать. Среди прочих будут пулемет для автомобиля, запасы для нашего дробовика и даже ракетные снаряды. В общем, зарядить нашу тачку можно будет на полную катушку. И это весьма правильное дело. Дальше враги начинают бушевать не на шутку. Байкеры становятся наименьшим из зол. Потом уже в ход идут вражеские автомобили, которые пытаются выбить нас с дороги, а также пускать снаряды. Еще вертолеты с воздуха не дают покоя, как бы не пытался ты от них укрываться. Между тем, карта очень большая и ездить придется реально много. Путь до лакетерниц, все прохождение может занять 3 часа и даже больше, в зависимости от ваших успехов в промежуточных городках. А пароли выдают не так часто. Помню, как в пиратском картридже, что был у меня в детстве, была вообще прикольная фича. Пароль, который тебе только что выдали, мог и вовсе не подойти. По того, в один присест мы старались пройти как можно больше, чтобы быть уверен, что хотя бы один из нескольких паролей заработает, и мы сможем продолжить свое путешествие. Как бы круто это все не звучало, что я рассказал об игре, это не отменяет того факта, что в целом она довольно скучная и однообразная. Да, езда на авто выполнена классно. Будучи знакомым с ней с детства, я время от времени возвращаюсь к Коутленда, чтобы немного прокатиться по пустынным дорогам. И это оставляет действительно приятные впечатления. Однако те уровни, где мы на своих двоих перемещаемся по городу, выполнены откровенно слабо. Враги тупые, расправляться с ними нужно только ударами снизу. Иначе просто в нечестном бою вы сольете свои жизни, так как баланс по таймингу ударов тут живет своей жизнью. Даже само странствие по таким вот городам сводится к находке нового оружия и пополнению старых запасов. Сюжетная игра не продвигается и ничего особенного в ней не меняется. Даже окружение городов практически идентичны друг с другом. А финальный босс и тот не внушает никакого уважения и не объясняет, чем мы все это время занимались и для чего. Потому Аутлендер понравится далеко не всем. Версия для Супер Нинтендо ровно о том же, но под другим углом, в буквальном смысле. Есть некоторые визуальные отличия в графике, другой вид обозрения, который лишает той фишки от первого лица. Возможно это лишь вопрос привычки, а может даже и ностальгии, но мне версия для Сега нравится гораздо больше, чем для СНЕС. Поиграйте сами, сделайте выводы самостоятельно. Ну а если у вас была эта игра и вам есть что вспомнить, то обязательно поделитесь своими мыслями об этом в комментариях. Свои мнения, впечатления также оставляйте под этим видео. Ну а я прощаюсь с вами. Поддержите этот обзор лайком и подписывайтесь, если еще этого не сделали. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать регулярные выпуски на канале Мугеймер. Если хотите как-то еще поддержать, милости прошу на страницу проектов в Патреон. Все ссылки будут в описании. Увидимся уже скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok